итак добрый день дорогие тубы слушатели сегодня будет четвертая глава под названием в ад из ведущей главы мы узнали что напал на них огромный монстр продолжаем 4 главу соин маг придворный маг долго рылся в записях достал какие-то очень большие книги древние древние своей библиотеки в придворной рылся поспешно копошился он открывал книги одну за одной подбежал к свите где был к собранию сказал мне нужен что мне нужен джаггер и кариф кариф это был такой молодой мужчина который был одет в легкий понжи с двумя мячами за спиной он сказал что ему нужна помощь в библиотеке король кивнул головой отправил варвара и молодого мужчину вслед за магом они долго шли по коридору зашли в огромную комнату с огромными полками где на этих полках были ктиги какие-то свитки макс сказал что нужно черная книга что на боковой стене что на что на боку черной книге нарисован череп и два когтя вот сказал что ему нужна помощь в поиске почему именно нас сказал варвар да почему именно сказал молодой мужчина маг ответил что вы лучше из воинов то что он то что он видел вообще за свою жизнь поэтому я выбрал вас у меня есть такое предложение спросил он как я могу помочь вывод выпутаться из данной ситуации но для того чтобы рассказать вам сказал соин придворный маг мне нужна эта книга они долго искали только пошелись как дворцовая библиотека была очень большая и вот копошась в книгах кариф и джаггер встретились и кариф задал вопрос джаггеру скажи мне как ты попал в наши земли джаггер ответил я не намерен сейчас общаться да ладно брось сказал кариф мы накануне гардиозной войны я впервые за свою жизнь увидел варвара давай расскажи немного о себе они общались копошась в книгах смотря на полки не глядя другу в глаза меня зовут джаггер я из клана северных варваров вот и все что я могу себе рассказать а поподробнее сказал кариф зачем тебе поподробнее слушай меня внимательно сюда я не собираюсь ни с кем дружить и не собираюсь никому рассказывать о себе ну ладно сказал кариф я смотрю у тебя вон какой меч сказал он ему да и что спорим на пинту эля что ты даже не подымешь этот меч кариф сказал давай поспорим варвар со звоном достал меч сзади за спины положил его на землю по условиям договора по условиям нашего небольшого договора ты должен поднять его и стук и размахнуться перекинуть через себя и воткнуть его в пол ну давай попробуй кариф подошел к рукоятке плюнул себя на руки схватил за огромную рукоять этого меча чуть-чуть его приподнял очень сильно пыжись и горячись чуть-чуть приподнял хотел бывало размахнуться но в итоге не не удалось оторвать данный меч от пола с тебя пинта эля сказал варвар взяв как легкую веточку двумя руками свой меч засунул его сзади в ножны большие черт сказал кариф как ты управляешь этим мечом я вообще сколько он вообще весит много сказал джаггер давай не не сачкуй давай ищи книгу который велел найти маг где-то сзади со спины их раздался голос ага вот нашел варвар с карифом быстро подошли к магу маг раздался большую черную книгу на столе и начал читать на страницах его вы были за место букв были выбиты руны варвар с карифом не понимали но маг водил пальцем по странице и что-то читал долго долго читал варвар с карифом варвар сел на пол кариф сел на стул который был рядом так как варвар не умещался на этом стуле они уже немного задремали но маг с безумными глазами зрачками бегал по странице что-то читал и наконец через несколько часов а сыркнул а вот нашел варвар с карифом медленно очнулись подошли сказали в чем в чем суть маг сказал что после того как верховный владыка отправил одного из ангелов вниз когда он стал преисподней ада до ассад создатель могущественный демон жарагдей создатель всего сущного которые всего сущного который рождается внутри под землей в адском пламени этот жарагдей огромный огромный демон который прикован к ядру земли нужно добыть его сердце но добыть его сердце просто так не получится нужен специальный клинок нужен вам клинок бесконечности душ он находится в том же измерении где от нужно маг сказал что вам нужно попасть именно в центр этого ада так как владыка сейчас находится здесь то есть и основная сила сосредоточены именно около их них врат около их него города но гариф спросил но каким образом мы попадем туда и сможем ли вообще мы как смертные создания быть там в этом аду соин предборным оказал что да у него и специальные два амулета как раз таки они были на этот случай они лежат в его комнате в коробке я дам вам вы оденьте их но не не надо снимать если вы снимете их вы сразу умрете так как ни одно смертное создание не может существовать просто так в этом в этом в измерении адском что нужно для того чтобы попасть в адское измерение спросил джаггер соин с грузными глазами посмотрел него сказал что для этого нужно сердце любого демона а дальше он все сделает сам вот дерьмо сказал крик где же мы возьмем это сердце так как выход из города закрыт ни один демон не сможет проникнуть к нам вообще-то у меня есть идея сказал соин вы готовы рискнуть задал вопрос говори чародей сказал джаггер я могу в куполе открыть небольшой проход на некоторое время если вы самого ближайшего демона просто убьете и затащите труп вот то возможно это сработает но как на нас нападут сказал кариф нас разорвут просто мы не успеем дотащить так как они там киш мя кишат что струсил сказал джаггер нет чтобы я кариф галдейский струсил да никогда пойдем пройдя мимо стражи идя долго по городу они молчали говорили так как на улице уже была ночь слышно были только ляз доспехов были звезды звезды на небе видны пройдя некоторое время они не они молча подошли к краю купола увидели что все демоны словно в трансе на другом конце города огромный демон бил в купол так что с такой чувством что содрогалось небо почему они спят спросил джаггер мак подумав сказал что возможно вся магическая энергия то что то что заставляет демонов ада именно работать на земле то есть двигаться ходить именно направлено в этого здорового монстра так как у него очень очень он не вспрынчив к магии и возможно под его действием под его силами наш купол пойдет быстрее чем мы думаем кариф сказал а взрывающийся человек который мы видели который демона взрывает это демоны можно серд достать сердце их нет сказал соин нужно именно сердце демона так как это мученики которые были в аду используются как осадное оружие у демонов подойдя краю мак промотал заклинание небольшой кусок небольшой кусок края купола разрозил варвар с карифом достали мечи и и резко прошмыгнули наружу но и воняет сказал кариф не отвлекайся сказал джаггер они шли мимо спящих ну как не спящих а демоны просто стояли но спали стоя кариф шептом сказал надеюсь они не проснутся и добавил вон самый близкий маленький демон давай хватай вот так как ты здоровяк и бежим назад дойдя до небольшого демона с человеческий рост кариф варвар достал меч хотел разрубить его крест сказал ты чего ты всех их разбудишь говоришь ариф плодив лицом перед ладони демона постучав лоб по щекам побив его по груди сказал он вроде спит бери его и бежим точнее идем тихо варвар взяв демона в одну руку пошли назад по пути назад кариф тихо рассматривал тварей де адских тварей демонов кривлял рожицы и внезапно под его ногой оказалась кость на которую он случайно ступил и споткнулся ударився плечом об одного спящего демона и сразу же прошло прошло оживление в небольшом радиус от них демоны словно проснулись яростно увидев я раз и бросились на них демон в руках варвара начал брыкаться и рыпаться варвар взяв в одну руку его голову он висел на руке то есть зажал руку одной рукой зажал его черепа другой рукой ударил ударил так этого демона что его что его голова просто лопнула они бежали мак маком говорил давайте быстрее быстрее и вот казалось что демона настигнут героев в варвар схватил карифа под руку и прыгнул уже в закрывающийся расщелину которая была проделана в куполе маг он думал что не успеет успели только частичка демона осталось там те которые был руках у варвара куполом его когда купол закрывался его разрезал одну пополам ноги остались там а вверх туловища варвар держал в руке фу выбрали сказал кариф сидя на земле тяжело дыша сказал я чуть не в штаны не наделал варвар показал половину туловищу магу сказал такой пойдет маг положительно кивнул головой пойдемте со мной скорее время не ждет они бегом побежали ко дворцу побежав ко дворцу они прошли королю рассказали всю ситуацию которая возможна в данной ситуации король сказал немедленно же действуйте джаггер сказал ну давай волшебник открывай я готов сонин сказал что для этого нужно проклятое место такое прогуляции место есть у нас в одном в одной части города там склеп там очень плохая негативная аура макс сказал зашел в свою комнату сказала подождать варвару и карифу некоторое время взяв с собой труп закрыл комнату пока кариф с варваром ожидали мага кариф спросил варвара наверное неудобно эти двуручные мечи они громоздкие неподвижные тяжелые им неудобно махать одно дело одноручники быстро им сиканешь кого-нибудь и глотка все полетела джаггер ответил ты сначала попади в глотку может быть человек доспехах а мой меч разорвет даже доспехи кариф сказал что в виде такого человека с таким мечом тебя видно издалека я бы давно убежал он не стал с тобой сражаться другое дело когда тихо подкрасть и когда он тебя не видит и перерезать ему горло вот это вот настоящее искусство ну а когда ты будешь драться против толпы чем тебе помогут твои клинки сказала варвар другое дело двуручный здоровый меч просто можно им всю толпу разрезать напополам а что ты умеешь сказал кариф конечно легкую я бы точно не хотел с тобой драться сказал кариф вдруг дверь мага открылась маг зашел с двумя колбами сказал пойдемте за мной вышли из дворца они быстро побежали бежали долго долго так как времени у них было немного пробежав на какое-то кладбище они спустили в склеп варвар почувствовал за запах затхлости и мертвяч мертвичина вот выпейте он сказал и наденьте эти медальоны соин дал медальон они оба его де их одели разложив черепа он сделал начертил круг начертил пентаграмму на полу красной краской начал стал на колени начал качаться страны в сторону друг его глаза закатились он начал пробормотать что-то не человеческое и членораздельная и вдруг из центра пентаграммы как словно из земли вытекла вытекает кровь и принимает форму портала иногда маг приходил сознание говорил говорил им скорее вперед в портал кариф что чуть-чуть мешкаясь не решался варвар же подойдя сзади сильным огромным пинком под зад отправила в портал и сам нырнул вслед когда варвар телепортировался с карифом они не чувствовали ничего словно у них отключили все эмоции только красная пелена была перед глазами но длилось это недолго попали они в место которым они даже в страшном сне не могли увидеть под ногами было что-то вроде пепла была земля была вся в трещинах а из трещины исходил огонь отсюда были крики слышны крики людей иногда попадались черепа разные органы где-то над ними летали небольшие островки из земли если можно было так назвать из камней все небо было красным и пахло отвратительно это место навевал очень жуткое жуткое впечатление было такое ощущение у них словно их тушу вывернули наружу и во рту постоянно было сухо а как мы вернемся назад спросил кариф джаггер ответил а как мы вернемся назад хорошо что я об этом позаботился маг не дал свиток сказал в нем все есть чтобы узнать как попасть назад но только после того как мы добудем сердце этого демона еще он сказал что нельзя долго стоять здесь надо на этом месте иначе тебя высох высушит как этого как сушеный труп так что вперед варвар достав меч взглянул на кариф и сказал добро пожаловать в ад и так добрый день дорогие тубы слушатели сегодня будет четвертая глава под названием в ад